Сегодня мы будем заниматься симплициальной гомологией, и это продлится, наверное, еще и в следующий раз. Теория симплициальных гомологий — это самая старая теория гомологии. Она возникла в конце XIX века и приобрела более-менее современный вид в начале XX. Основной ее дворец, безусловно, Канкаре, но было много других. Значит, это лекция 5. Теория симплициальной гомологии, так же, как любая теория гомологии, можно построить два шага. То есть сначала стартуем на какой-то геометрической категории. Значит, здесь это категория симплициальных пространств. Далее строится некоторый пунктор из этой категории в категории цветных комплектов. Отсюда есть стандартная процедура пространения групп гомологии цветного комплекса. То есть чисто алгемологическая конструкция, которая каждый раз повторяется. Ну, значит, как категория, это абербург-бург. Значит, сначала я хочу рассказать вам, что такое симплициальное пространство. Значит, симплициальное пространство, это аппаратическое пространство, которое разбито на симпликсы определенным образом. Значит, как это делается? Ну, сначала, наверное, нужно сказать, что такое симпликс. Значит, нульмерный симпликс – это точка. Одномерный симпликс – это отрезок. Двумерный симпликс – это треугольник. Трехмерный симпликс – это тетрайлер. Значит, одинмерный симпликс – это выпуклая оболочка следующих точек. Значит, Е1 и ЕН – это концы единичных векторов в РН. А ноль – это начало координат. И для удобства обозначения начало координат будет обозначать Е0. Что такое руки-колобалочки, я полагаю, вы знаете. Это объясняет не нужно. Значит, X является симпликсальным пространством. Если X представлено как объединение симпликсов, значит, сигма Н альфа, объединение по Н депо альфа, где сигма Н альфа, гомеоморф на дельта Н. И имеет место следующее требование. Значит, а именно первое требование пересечения. Ну, давайте я вам напишу так. Если симпликс взять какой-то симпликс и пересечь другим симпликсом, я это назову, это другой симпликс, симпликс-штрих, то тоже получится симпликс. Но я его назову симпликс с двумя штрихами. Так как я это сказал, это не совсем правда. Для того, чтобы этот угол правдил, нужно определить симпликс размерности минус один. То есть, что множество, называется в этой науке симпликсом размерности минус один. Второе аксиома и требование к симпликсарному космосу, это значит... Играет музыка. Ум... 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 Ну давайте сначала с примерами, вот в одном трёхмерном синклексе, у него имеются двумерные грани, это вот эти трёхгольники, у него имеются одномерные грани, это вот эти лёбра, понимаете, нульмерные грани, это вершины. Теперь вообще, если имеется какой-нибудь синклекс Е0, Е1 и так далее, то если мы выбросим одну вершину, то есть рассмотрим Е0 и так далее, там ЕИТА, вот такая галочка, означает, что это вершина выбросима, ЕН, то вот это, это грань, противоположная ЕИ. Теперь общее определение грани такое, значит мы берём, выбираем какое-то подмножие вершин, их выбрасываем и рассматриваем выпуклую оболочку оставшихся вершин. Это и будет грань, отвечающая этим выброшенным вершинам. И последнее требование, локальная конечность, означает, что любой симплекс может быть гранью только конечного числа симплексов. Значит, таким образом запрещены такие безконечные книжки, значит, вот если есть одномерный симплекс, то на нём можно построить очень много трёхмерных симплексов. Так, чтобы они были гранями, чтобы это ребро было гранями. Но это разрешается, чтобы там было только конечное число. Бесконечное число запрещено. Вот это определение с инфраструктурного пространства. Теперь ... 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 последовательности задает некоторую ориентацию. Ориентаций бывают две. Одну называем положительную, а другую называем отрицательную. Математика не умеет отличать положительную и отрицательную ориентацию, а умеет отличать только физики. С точки зрения математики, ориентация – это выбор одной из последовательных решений с точностью доучетной перестановки. Значит, мы можем, вот если есть такая последовательность, то если мы переставим две соседние вершины, то это уже будет противоположная ориентация. Если мы, скажем, вот эти две вершины переставим и вот эти две вершины переставим, то это будет та же самая ориентация. Теперь геометрические, что это значит? Но, что касается вершины, тут с ориентацией дело сложное. Вот. Мы договариваемся, что она может иметь ориентацию плюс и ориентацию минус. Теперь отрезок, ориентация – это стрелка. Вот эта ориентация такая и есть противоположная ориентация. У треугольника, у треугольника двуяного симфрикса, результация – это такой кружочек. Это означает, что здесь можно написать, значит, если это Е0, Е1, Е2, то тогда Е0, Е1, Е2 задаёт правильную ориентацию, так же, как и Е1, Е2, Е0, так же, как Е2, Е0, Е1. Это всё с точки зрения ориентации один и тот же симфрекс. Значит, мы будем иметь дело с ориентированными симфрексами. Впрочем, может быть, в конце лекции я успею сказать, что имеется не одна, а по крайней мере, три разных симфрексальных теории, потому что можно рассматривать теории с упорядоченными симфрексами, и ещё теории, в которой все вершины данного симфрексального пространства упорядочены. Ну, об этом потом. А сейчас, значит, мы говорим про ориентированные симфрексы. Совершенно очевидно, что, если мы рассматриваем грамм симфрекса, то у него автоматически возникает ориентация. А именно, значит, мы задаём больший симфрекс просто последовательностью Е0 и так далее, и Еn, мы выбрасываем эту вершину, получаем некоторую последовательность Е0 и так далее, и отсутствует именно Еn, и это задаёт некоторую ориентацию. Так, что ещё я хочу сказать про симфрициальную науку? Ну, значит, давайте рассмотрим понятие подразделения. Ну, давайте для наглядности сейчас в двумя случаями рассмотрим. Значит, подразделения бывают разных сортов. Значит, подразделения грани. Мы делаем следующее. Мы выбираем барийцентр этого симфрекса и соединяем этот барийцентр с горшинами. Получаем три двумяных симфрекса и три новых одноберных симфрекса. Значит, это называется по-английски face subdivision. Теперь ещё бывает не такая вещь. Вот, если имеется какой-то симфрекс, одномерный, к которому примыкает несколько, я тут написал только два симфрекса, то тогда можно сделать следующее. Здесь подразделить и соединить таким образом. Это называется edge. Собственно, за границу. Вообще говоря, подразделение симфрекса – это просто следующее. Джонгл-симфрекс, мы его заменили на некоторый набор. Мы его превратили в симфрексальное пространство, при этом построили симфрексы в прямолинейной, в линейной структуре, которая у нас здесь есть. Но наиболее существенное и часто используемое подразделение – это барицентрическое подразделение, которое устроено следующим образом. Значит, мы сначала делим ребра, потом, значит, соединяем их не так. Берем барицентр с симфрекса и соединяем его со всеми вершинами. И продолжаем эти линии, соединим и продолжаем за пересечением с противоположной ребраком. Это называется барицентрическое подразделение. Значит, если рассмотреть это в иномерном случае, то это делается индуктивно. Значит, я сначала беру барицентр и всех отрезков. После этого для каждого симфрекса двумерного я соединяю этот барицентр с противоположными вершинами и получаю барицентрическое подразделение этого симфрекса. Или по-другому. Можно сказать так. Я для каждого ребра сберу из барицентра конус над этим подразделенным ребром. Получается два симфрекса. Ну, дальше по индукции. В трехмерном случае я беру барицентр трехмерного и соединяю строй конуса над всеми подразделенными двумерными гранями. Перехожу к четырехмерному симфрексу. У меня уже подразделены его трехмерные грани. Я из его барицентра строю конуса над этим подразделенными гранями и так далее. Так. Ну и теперь мы рассматриваем симфлюциальные пространства как объекты категории. Ну, а раз на сейс объекты нужно определить морфизм. Значит, F из X в Y есть такое отображение непрерывное. С морфизмом называется симфрициальные номинаты отображения. С морфизмом значит вот для любого симфрициального сигма н а ф значит из икса а ф от сигма от отображение R это вот ограничивает симфликс это обязательно переходит в симфликс какой-то размерности в битрак линейно значит этот симфликс может быть меньше размерности может быть то же самое размерности значит если то же самое размерности то это отображение ограниченное на симфликсах является линейным гомеоатморфизмом а в меньшей размерности образа значит происходит некоторое проектирование типа проектирования линейное отображение вот значит такое отображение называется симплициальным просто простым русским языком что такое симплициальное отображение это отображение которое линейное все симпликсы переводят в другие симпликсы так а теперь две вещи я хочу сказать про симплициальное пространство это уже в этих лекциях многократно первое многократно говорилось имеет метод теоремы симплициальной аппроксимации любое непрерывное отображение пространство значит может быть аппроксимировано симплициальное симплициальное то а так а а а а а а то а а а Значит, еще раз, значит, любое непрерывное отображение симплициального пространства в симплициальное пространство аппроксимируется симплициальным отображением из xy, при этом это симплициальное отображение гомотопно-исходным. Значит, как это доказывается? Значит, на самом деле делается следующее. Если многократно сделать барицентрическую аппроксимацию, пространство x много раз, то тогда эти большие симпликсы, которые у него были, становятся все меньше и меньше при барицентрическом подразделении. И фактически, значит, с помощью образов этих точек при исходном отображении строится симплициальное отображение φ. Вот. Эта теорема не такая сложная, как теорема А-клеточной аппроксимации, с которой вас, впрочем, тоже не мучил. Я ее пропустил, доказательство пропустил. Здесь я мог бы это рассказать, но, наверное, все-таки я пропущу доказательство. Оно не слишком сложно. Вам в нем разбираться нет особого смысла. Оно написано во всех... То есть разные варианты этого доказательства написаны в всех учебниках, в начальных учебниках топологии. Можете там прочитать, но, кажется, неинтересно. Оно не содержит каких-либо содержательных идей. Кроме того, что я сказал, что нужно сделать многократное барицентрическое подразделение, и тогда автоматически получится гомотория, что интересно. И вторую тему, которую я хочу сформулировать по поводу... в секретарных пространствах... Любое секретарное пространство... ...размерности... ...размерности... ...Н... ...Можно... ...линейно... ...вложить... ...пространство... ...Р... ...2... ...Н... Что значит линейно отложить? Это значит так положить, чтобы отображение каждого симплекса... ...переводило его в линейный симплекс... ...притом линейным образом... ...вот прямолинейный симплекс... ...THEASERE HAVE OKEY1 ثرшеишься в н плюс 1. Почему такая большая ээээээ... ...размерность 2 н плюс 1? Это вы знаете? Потому что-ээээ.. ...эээ... ...эээ... ...почему... Почему не зад в 2 n? это графы которые не вкладываются ни как раз по логическим плоскость они это не вкладывается более известный граф к 3-3 это три дома для колодца вас в детстве скорее всего в этом обучение так вот все что я хотел сказать про синтезиальное пространство теперь начнем строить их цветные комплексы значит на всякий случай я все-таки напомню что это мой комплект в прошлый раз это чисто геморрорическое понятие оно состоит из абелевых групп и гомоморфизмов значит это все абелевые группы этот гомоморфизм обозначается дн плюс 1 значит здесь соответственно дн плюс 1 и это такая последователь цена в левую сторону может быть бесконечна но чаще всего у нас там слева начинается что-то место падет 0 и так вот единственное требование состоит в том чтобы для каждого н ядро дн содержало образ дн плюс 1 при этом для такой штуки сразу определяется группу гомологии группу гомологии по определению значит если этот цветной комплекс называется С то группу гомологии н-мерная группу гомологии С по определению это есть фактор группы литра дельта н по указу дельта н плюс 1 вот значит такое определение просто я напомнил, потому что было в прошлый раз теперь как мы строим этот цветной комплекс значит сначала мы определим цветной цн значит что нам дано нам дано икс икс это есть объединение разных синтексов теперь цепной комплекс от икс состоит из некоторых значит многоточия цн плюс 1 дн плюс 1 цн дн и так далее я там правую часть не пишу вот и он он строится таким образом по определению цн это есть сумма конечная значит количество симплексов может быть огромное оно может быть даже не счетно ну обычно мы будем как раз делать с случаем когда оно конечное но здесь мы рассматриваем вот такие только конечные суммы что это значит на самом деле мы рассматриваем бесконечные суммы но только конечный набор этих z альфа будет не 0 теперь главное это определить так называемый граничный оператор значит представим симплециальный граничный оператор значит как оно определяется во-первых да значит я не сказал а вот это абелева группа каким образом она является абелевой группой ну у нее определено сложение как мы складываем ну складываем как бы покоординатно значит если имеются две цепи если там появляется два раза одна один и тот же цепи то к нему приписывается коэффициент равной суммы коэффициентов которые были у каждого из слагаемых вот если он появляется только один раз то он сохраняет свой коэффициент более того это не только абелева группа это еще и z-модуль потому потому что любую цепь можно умножить на второе число и получится новая цепь и это согласовано с сложением значит вот мы получили такой z-модуль теперь d-n это отображение c-n значит вот давайте я буду все-таки писать c-n от x здесь значит c-n от x цель n-1 от x значит я буду требовать сопер-линейность а теперь главная генемная форма значит она линейна достаточно определить на одном синтексе d-n от сигма n это значит d-n от синтекса e-0 и так далее e-n подберем так вот так вот по определению это ставится равное значит сумме поджей от нуля до n e-0 когда e и и и в & Вот такая сторона и форма. Давайте немножко на нее посмотрим и поймем, что это происходит геометрически. Что стоит в правой части? Стоят грани исходного симплекса. Притом, значит, исходный симплекс имел ориентацию, которая задается порядком Е0-Е. Эти грани тоже имеют ориентацию, которая задается вот этой записи справа. И эти грани снабжаются знаком либо плюс, либо минус. Теперь имеет место замечательная лемма. Хлеба Хмонкары. Значит, для любого N, если я сначала сделаю D, N плюс 1, а потом сделаю D, N. Значит, я иду с D, потом сделаю D, N, тогда я обязательно получу 0. Доказательство. Доказательство. Доказательство очень простое. Доказательство. Значит, сначала мы применяем D, N к нашему симплексу, получаем эту сумму. Потом порученные цепи, это цепь размерности N-1, мы применяем, значит, сейчас, извините, у меня тут с симплексом не сходится. Значит, я сначала применял D, N, а потом применяю следующую, простите, вот так. Я написал правильно, только удобнее здесь доказывать именно это. Значит, вот я получил такую N минус одномерную цепь, я применяю в ней D, N минус 1. И что у меня возникает? У меня возникают вот такие выражения. E0, пропущенный какой-то EI, пропущенный какой-то EJ, EN. Вот. Ну, значит, они имеют какие-то знаки, плюс-минус. Я утверждаю, что они все сократятся. Почему? Значит, вообще при фиксированном EI и EJ у меня в исходной, в результате применения D, N минус 1, получится ровно два таких. Я утверждаю, что они будут с противоположными знаками. Почему? Потому что, ну, один возникнет, когда я сначала убрал EI, а потом EJ. А другой возникнет, когда я сначала убрал EG, а потом EI. И ясно, что у них вот по этой формуле будут противоположные знаки, и они скушают друг другу. Так что это совершенно очевидно реальный факт. Я напишу так. Я считаю, что это достаточно для понимания. Вот. Таким образом, я построил некоторый цепной комплекс. Вот, значит, он там сверху указан. Вот. Теперь, что будет, если у меня имеется симплециальное отображение одного пространства в другую, кстати. И если F отображает отображение X в Y симплециальное, то тогда возникает отображение из цепного комплекса X в цепной комплекс Y. Как оно строится? Ну, строится совершенно естественно. Значит, если я построю, значит, это будет обозначаться F созвездочная. Значит, C от X, я отображаю C от X. Значит, если здесь у меня есть симплекс Sigma N, то он переходит в симплекс F от Sigma N. Это геометрическое отображение. Вот. И тут возникает два случая. Если размерность F от Sigma N равняется N, по определению. Угу. Вот N, он мерный. Приходит? Сигма N. А если размерность, это же самое, сигма N, меньше, чем N, то тогда F со звездочкой от сигма N равно будет. Вот, значит, получается такое отображение соответствующих групп цепей. То есть, если вспомнить, значит, если тут была у нас, значит, это была цепь C, пусть с этим у нас имеется цепь C', то набор таких вот гомоморфизмов, при условии, что каждый такой квадратик является коммутативным, это есть морфизм в категории цепных комплектов. Из того построения, которое я сейчас описал, следует, что построен по всякому симплициальному отображению морфизм соответствующих цепных комплексов. Собственно говоря, таким образом симплициальная теория домологии построена. Очень простая, красивая, но нетривиальная конструкция. Так, теперь посмотрим, что еще можно про симплициальные комплексы рассказать. Давайте я здесь остановлюсь и вы подумайте, понятно ли все или нет, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. на самом деле, скорее непонятно, почему мы хотим диноли отправлять? А, потому что, да, потому что, потому что, потому что здесь, правильно, все, хорошо. Так, ну, значит, давайте сейчас займемся разбором нескольких примеров, значит, я сразу замечу, что симплициальная гомология имеет существенный недостаток, что из определения симплициальной гомологии очень сложно вычислять соответствующие гомологические группы. Сейчас мы займемся тем, что несколько совсем простых повычисляем. При этом введем некоторые терминологии. А, давайте, давайте, я вам пример. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Значит, это ε0, это ε1. Ну, давайте пусть до порядка будет так. Красиво так. Вот. Теперь посмотрим, во что переходит у нас. Значит, посмотрим на, значит, мегро. Ну, вычтываем. Вычтываем Δ1 от вот этой единственной цепи. То есть их много, но они все отличаются только на этот коэффициент. Итак, теперь симплекс сегма-один имеет в вид Е0 и Е1. Теперь, когда мы берем границу, значит, когда мы пропускаем Е0, то это G равна единице. Значит, я же почитаю. Дель 1 границы равняется. Минус единица в степени G на Е0 плюс, значит, тут G равна единице для единицы, плюс минус единица, я пропускаю 2, на Е1. И это получается у меня минус Е0 плюс Е1. Значит, у этой штуки нет игр. Значит, сразу нам нужно писать, что H1 от отрезка, я так это нарисую, рано 0. А теперь сочетаем Ашнуваль. Значит, как выглядит... Значит, это у меня уже есть. Этого не нужно. Значит, я считаю А, А, Дельта 0 от произвольной номерной цепи. Значит, это есть. Значит, если вы помните... А, вот это я и не сказал. Значит, посмотрите там справа. Видите, что цепной комплекс кончается там нулем. Вот мы сделаем то же самое. Значит, я это не сказал про цепляциальные цепи. Значит, последний этот самый дифференциал, последняя конечная операция, он по определению бьет в ноль. Поэтому, значит... Значит, D0 от эпиземен, значит, Z0, эпиземен 0, плюс Z1, эпиземен 1. Это есть ноль. Значит, теперь C0 от эпиземен, это просто Z плюс Z. Понятно, да? Значит, у нас столько цепей, сколько имеется пара чисел. Теперь я должен сфакторизовать это по... Значит, ядро там это все. Все идет в ядро. А как устроен образ? Значит, образ у меня имеет бит. Эпиземен 0 минус эпиземен 1. Ну, на какой-то Z. То есть, эти две должны равняться. Значит, когда я факторизую по образу, у меня остается один Z. И поэтому H0 от этого есть Z. Так, рассмотрим еще один совсем такой простой пример. В качестве X, смотрим, треугольник. Значит, вот его сориентировали как-то. Заводим его в грани. Значит, как это устроено? По размерности 1 у меня группа цепей Z. По размерности 2 у меня Z. А, вальминавти 1 должен был он. Здесь плюс Z плюс Z. Ну, вот здесь тоже. И, значит, я утверждаю, что, ну, во-первых, циклов по размерности 2 у нас нет. Так, значит, здесь это C, N, а тут я уже пишу гомологии. Здесь гомология будет 0. Теперь, что будет дальше? Значит, здесь у меня, значит... Давайте я подробно говорить не буду. А вы сами уберитесь в том, что тут вот что получается. что вот этот, значит, вот этот цикл, значит, какие у меня есть циклы в равнянстве 1. Вот Z умноженное на вот это плюс это плюс это. Значит, Z на это, Z на это, Z на это. Вот, значит, это цикл, значит, значит, он, значит, то есть цикл представляет из себя группу Z. Понятно, да? Значит, группа циклов это Z. Потому что единственный цикл, который бывает, это вот этот. Почему? Потому что, почему этот цикл? Потому что его граница, значит, от этого симплекса, здесь мы получаем плюс, а от этого симплекса, здесь мы получаем минус. Поэтому это выражено занавляется. И аналогично остальное. Вот, значит, это Z. Но, значит, этот Z как раз в точности и есть образ предыдущего. Почему? Потому что вот эти циклы есть граница, образующая одноверных циклов. Понятно? Нет? Что-то вы смотрите с таким повторением. Значит, есть ли циклы в размерности 1? Нету. Понятно почему. Теперь, какие бывают циклы в размерности... Значит, нет циклов в размерности 2. Есть цепи. Все цепи образуют группу Z. Это просто двумерные циклы, сумможенные на целое число. Теперь, посмотрим, на одномерные цепи. Ну, они значит, имеют группу одномерных цепей, это Z плюс Z плюс Z. Я могу на любой симплекс поставить любой коэффициент. Но среди них только один есть цикл. вернее, циклов ровно столько, сколько целых чисел. Значит, вот если я возьму вот этот симплекс со знаком плюс, плюс этот симплекс со знаком плюс, плюс этот симплекс со знаком плюс, то туда граница этой цепи будет нулем. потому что в каждой вершине у меня есть входящий одноверный симплекс и исходящий. Значит, один приносит эту вершину спросом, другой с минусом и сокращается. Значит, это единственный цикл. Ну, с точности до Z. Вот. Но этот цикл он является границей. Именно он граница вот этой двумерной цепью с тем же самым Z. Вот. Поэтому здесь он нануляется. Здесь получается 0. Здесь тоже получается 0. Я это разбирать не буду. Стоит, нет, простите. А здесь как раз получается Z. Но это вы сами посмотрите почему. Ну, вот два совсем тривиальных примера. Я надеюсь, что на упражнениях может быть, что-то будет у вас считаться. Я не знаю, я не смотрел листочки, которые сегодня принесут. так же я хочу ввести понятие относительно домологий. аня, давайте еще один пример я нарисую эти пример. Значит, размер на домологии округности округности. Значит, равна Z, если N равна единице, и равно Z, если N равна с нуту. Значит, окружность это граница треугольника. нульмерная такой цифр. Одномерный он не является ничей гарнии цифр. У нас нет этого двумерного симприца у меня только окружность. и это значит это у меня одномерные гомологии, а нульмерные гомологии тоже будет Z. Вообще говоря, такое замечание если X связано, то тогда H 0 от X это будет так теперь перейдем к относительному гомологию. гомологию. Продолжение следует... 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 Ну, например, какие-то... Например, все симпатсы балецентрически подразделены. Или много раз под этот балецентрический подразделен. Тогда естественный вопрос, а будет ли... Группа гомологии одна и та же будет. Это теорема. Эта теорема была очень трудной теоремой в конце 19 века. Вот, это с большим трудом люди доказывали. Более того, они страшно обрадовались, когда они доказывали... Потому что это топологические варианты. Тогда еще в конце 19 века... Это было огромное достижение. Значит, вот, так сказать, эта теорема оправдывала вообще идею введения группы гомологии. Почему? Ну, как только у вас имеется какой-то алгебраический вариант топологический, то вы можете доказывать, что то или иное топологическое пространство не гомеоморфно какому-либо другому, а именно вы вычисляете группы гомологии, они оказываются разными, а группы гомологии вычисляются компьютером, есть алгоритм для вычисления группы гомологии. Если симплюциальная пространство конечна, то, значит, всегда можно найти его группы гомологии. Если два симплюциальных пространства оказались, что имеют разные группы гомологии, значит, они не гомеоморфны. Но на самом деле эта теорема является жалким частным случаем. Оказывается, что это не только гомологический вариант, а это гематомический вариант. Это, конечно, с одной стороны хорошо, а именно, все-таки разделение пространств на гомономические классы, оно приводит к значительно большим классам, поэтому оказалось, что этот вариант значительно более грубый. Я все-таки хочу напомнить, что означают эти слова, значит, что значит, что х гомотопический вариант на у. это значит, что существует непрежимное отображение из х г. Такое, что если я сначала сделаю отображение F, а потом сделаю отображение G, то то, что я получу, будет гомотопно точительное отображение X. И наоборот. Значит, если я сначала сделаю F, Ж, а потом сделаю F, то тогда то, что я получу, будет гомотопно точительное отображение X. Значит, в такой ситуации группы гомотопии будут одни и те же. И последнее свойство, которое я хочу назвать, значит, будет доказано, получена такая точная последовательность. Точная последовательность H, N, ход A, дальше H, N, ход X, H, N, ход X, H, N, ход X, H, N, ход X, A, и так далее. Значит, как строится эта последовательность? Ну, A вложено в X, то есть имеется вложение I, A, X, здесь я ставлю куза, желудочкой, инфицированный гомонарфизм. Теперь здесь у меня любую цепь в X, любая цепь в X, в частном случае, цепи в X по модулю А. То есть, что такое цепь в X по модулю А? Значит, это такая цепь в X, которая замаляется на всех симферсах из А. Значит, отчастных прочей, вот, значит, возникает такое ображение. А вот это, это с звездочкой. Сейчас я попробую объяснить геметрически. Вот у меня есть X, вот у меня есть A. А вот у меня есть некоторая цепь. Значит, у меня есть некоторая цепь в X по модулю А. Значит, эта цепь, она является цепью из X, но все симфлексы, которые в А, имеют нулевые коэффициенты. Теперь, давайте найдем, значит, эта цепь не обязана быть циклом. Значит, она является циклом по модулю А, но она не обязана быть циклом в X. Почему? Потому что, просто по определению, значит, как работает этот дифференциал, он, значит, вот все граничные симфлексы, значит, всю цепь, которая является границей вот этой цепи, они находятся в А, поэтому они зануляются. То есть мы получаем здесь некоторый цикл, односодномерный цикл в группе А. Вот он и сопоставляется этому элементу, вот этой группе. Значит, это будет рассказано более подробно еще раз, в следующий раз, и, значит, здесь имеет место теорема, что это точная последовательность. сформулировал эти свойства, забегая вперед, потому что, возможно, это вам пригодится в упражнениях, потому что из того, что я успел рассказать сегодня, из того, что написано в книжечке, довольно трудно подобрать содержательное упражнение. Но сейчас 7 часов. Давайте мы на этом кончим. вы успеете относиться до начала упражнения. Теперь в следующий раз основное содержание следующей лекции будет доказательство того, что группа гомологии является гомоатопическим вариантом. Это очень глубокий факт, который для случая сегментарной гомологии заказывается с трудом, но тем не менее, я считаю, что это доказательство поучительное и имеет смысл его провести полностью. Раньше, в начале 20 века доказывали вот эту серию. Она еще хуже доказывалась, чем вот эта терема. Совсем тяжелая терема. Наверное, вот. А сейчас, так сказать, многие люди этим занимались. Сейчас, так сказать, довели доказательство этой теремы до такого в плане приемлемого для понимания уровня. Вот. Теперь, сегодня, мы должны были понять, почему в прошлый раз мы занимались клеточными гомологиями, потому что определение симплециальной гомологии не дает эффективный способ подсчета гомологии симплециальных пространств. После того, как мы разберемся с симплециальными гомологиями, и немножко преуспеем гомологической алфебры, следующей теорией гомологии будет, так называемая, сингулярная теория гомологии, которая еще проще, чем симплециальная. Вот. И там, например, очень легко доказывается ее гомотопический вариант. Здесь это сложная теорема, а сингулярная это будет совсем просто. Но к тому же совсем нельзя сосчитать группу гомологии ничего. для группы гомологии от одной точки можно сосчитать группу сингулярной гомологии, а для чего другого нельзя. Но для двух точек тоже нужно. Друзья, все, на сегодня спасибо. Спасибо.